Хлеб на каждый день Павел имитировать его поведение. В русском синодальном переводе есть заявление апостола Павла, которое звучит следующим образом. «Подражайте мне, как я Христу». Я понимаю, что многие версии перевода этого текста звучат как «imitate me» — английские. То есть как будто Павел призывает имитировать его, то есть производить с точностью, подделываясь под кого-либо. Так объясняет слово «имитация» большой толковый словарь. Но это никак нельзя воспринимать буквально. Есть другие переводы, более точно раскрывающие суть заявления апостола Павла. Например, он использует выражение «follow my example», то есть следуя моему примеру. То есть смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Это куда более точный призыв следовать и подражать не человеку, пусть даже и апостолу, но Божьему образу в человеке. Как он сам пишет несколькими стихами выше. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» А если получил, то есть это не твое, а ты получил, что хвалишься, как будто не получил? Предполагая, что все достойное похвалы, чем можно похвалиться, не является твоим, но полученным от Бога, а значит, всецело Божьим. В этом и кроется вся суть наших рассуждений. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признавать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную дорогу подражания своему герою. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа. А когда я следую за человеком, мой кумир питается энергией моей души. Мы уже говорили об этом в одной из передач. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».